Добрый день, друзья, подписчики моего канала, а также гости, заглянувшие ко мне на огонёк. Сегодня я хочу вам показать свой саговник, который в этом году меня немножечко разочаровал. По весне, даже зимой он выпустил новые ваи, очень длинные. Но вот, выйдя на свежий воздух, на природу, он всё-таки одумался и дал мне второй прирост, более аккуратный, красивый. Что самое интересное, мало того, что само основное растение дало прирост, и те детки, которые появились два года назад, и они уже дали новый прирост. А вот это, совершенно новая деточка, проклюнулась. Конечно, моему счастью не было предела. В этот момент я собиралась на отдых на побережье, и когда я, не думала я снимать, но когда я увидела вот этих вот гигантов на свободе, ну как на свободе, они-то в катках, но климат совершенно отличный от нашего, и я, если честно, впервые увидела, вот как растут эти детки, ну приближённые в условиях, приближённых к природе. Вы посмотрите, они и из земли растут, то есть от корня идут, они и на стволах, посмотрите, какие деточки, там нет корней, но их очень много. Вы посмотрите, какие гиганты разрастаются на свежем воздухе. И вот сколько, сколько маленьких, шикарных улиточек и уже развернувшихся листьев. Ну я не могла этим с вами не поделиться. Ну и коротко о размножении саговников. Вот вегетативный метод вы уже увидели, как бы, как детки нарастают. Но к моему счастью, я увидела ещё и семенные шишки этих саговников. У каждого саговника есть свои. Вот есть мужские растения, вот это вот вы видите мужская шишка. А есть женские растения, у которых шишки другие. Они женские, они более укороченные, компактные. Но сейчас мы с вами это увидим. Вот они красавицы, посмотрите. Посмотрите, они похожи на какие-то мохнатые оленьи рога. Или что-то такое, но это невероятно. И вот здесь, вот в этих вот ущельях, вот там вот завязываются семена. Семена у саговников круглые, крупненькие. Ну, конечно, семенным я не пробовала методом размножать. А по приезду домой я опять же не смогла не показать. Посмотрите, буквально за пять дней, как вытянулись вот эти вот ваи. Но они еще, конечно, в улиточках. Вот такие вот они плотные, красивые, но насколько уже длинные. И на заставке, на фото стоит мой саговник. И сейчас я вам покажу его, как он выглядит на данный момент. Вот такой он пушистый, раскидистый красавчик. А вот эти зимние листья, которые, ну, от недостатки света солнечного, они все-таки вытянулись. Хотя удивительно, и света достаточно было. Видимо, сухой воздух высушил все эти вайки. И вот они какие. Ну, эти я хочу, а это вот слишком длинное. Я хочу их убрать перед заносом. И вот, обратите внимание, это уже этого года. Сколько их? Два, три, четыре, пять, шесть ваек выросло в этом году. Вот они такие коротенькие, компактные, красивые. Для того, чтобы они формировались более равномерно на растении, я поворачивала все-таки к солнцу, чтобы они, ну, не загинались в одну сторону. А вот это, обратите внимание, это моя помощница решила развернуть его, эти его улиточки. И вот как она травмировала. То есть я поздно заметила, ни в коем случае нельзя прикасаться к улиточкам, которые еще не сформированы, которые нежные и мягкие. Эти вот они уже окрепли, они уже шуршат, они такие жесткие. Вот, ну и что? Следующее видео я вам уже точно обещаю. Это будет отсадка вот, вот этой розетки. Вот здесь уже три листа сформировалось у нее. И следующую, в общем, я буду отделять деток. Хочу это снять, сама проэкспериментировать, потому что ни разу этим не занималась. И вам показать, как, как они там крепятся, как это все происходит. Надеюсь, мое растение выживет после дележки. И будет все прекрасно. А вы оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь. Ставьте значок напоминания, чтобы всегда быть в курсе всех моих событий. До новых встреч. Спасибо за внимание.